Итак, дорогие друзья, буквально пару сек для тех ребят, которые начали с этого видео новых, а дальше для участников школы. Мы учимся работать с блокчейн, и на данном этапе мы изучаем язык Solidity. Ребятам школы я буду рассказывать, вот здесь начинается ваша основная работа. Просто я проделаю ее с вами, в которой мы учимся писать, и мы затронем систему работы с кодом, чтобы вы действительно смогли запоминать язык. Хотя я бы сказал, что система работы с кодом это то, что мы изучали. Я давал части на сайте Django, вот в этом разработка, в начале системы работы с кодом, мы рассматривали там сельф в течение 30 уроков. Ну, будем говорить так, это часть. Вообще надо, по сути дела, полгода заниматься, иными словами, что мы будем делать для того, чтобы понимать код. Кода становилось непонятного меньше, а понятного больше. Ладно, поехали. Итак, повторю, ребята школы проделывают со мной, я просто вам немножко помогу. А новые ребята просто смотрят, что есть определенный процесс. Ну, а чтобы все понять, надо смотреть все уроки. Поэтому сайт dup.spb.ru Итак, ребят, смотрите, мы с вами сейчас изучаем, изучили вью, да, изучили вью и модификатор, и написали несколько строк кода. Вы посмотрели видео, посмотрели урок, проделали код, получили. Но для вас это не заканчивается, вы не приходите к следующему уроку. Вы начинаете, вот здесь начинается ваша работа. Настоящая, да. Мы начинаем отрабатывать код основательно. Что мы делаем? Откроем сейчас нашу документацию, которую мы ранее в уроках создали на Python. В любом редакторе открываем новое окно. И то, что мы с вами ранее создавали, вики-солидити, мы открываем. Сейчас посмотрим, запомнилось у нас пространство. Нам надо любой файл Python, что создайте helppy, как мы с вами ранее делали. Активировался Python, Blockchain Project, то есть виртуальное окружение, то, которое нам надо. У нас с вами есть, ну, давайте сразу и запустим. Полноценно, чтобы у нас была документация. Значит, Возьмем команду Так, секундочку. Все вполне понятно. Откроем терминал, чтобы виртуальное окружение было. Хотя, байл нам сейчас и не надо. Нам надо mk.doc.серви. Нам сборка. И вот наша документация, которую мы начали вести. И здесь у нас функции. То, что мы ранее заполняли. Все, теперь погнали. Итак, мы сделали урок. Теперь открываем. Вот у нас начались модификаторы. Можем сделать даже вот так. И первый делаем так, чтобы было считываемо. Учитываем их. View. что мы первое делаем значит на документации мы работаем с полным пониманием то есть все что мы прошли мы должны записать чем больше мы будем писать тем больше мы будем занимать понимать зачем это нужно это нужно для того чтобы научиться код называть словами выражать словами выражать мыслями здесь на к счастью или к сожалению как и в любом другом деле тренировка постоянная ежедневная второе мы делаем для себя шпаргал значит сначала первое что мы делаем мы добавляем наш урок то есть и описываем мы добавляем наш урок ну я не устанавливал поэтому пишут gc но все равно будет работать мне лень было искать солидность но подсветка будет нормально далее сразу сразу берем то что у нас открыто в наших исключениях дес то есть не сидишь теперь нам надо описать давайте посмотрим как это сейчас уже выглядит в нашем коде то есть вот большим модификатор откроем здесь функции так давайте посмотрим сейчас подправим немножко смотрим все отлично начаться делаем немножко по-другому вот тут модификаторы 2 view 2 2 решеточки и смотрим здесь это что-то больше скорее всего модификаторы view до поехали запрещает то есть мы чтоб могли использовать сразу быстрое меню себе делаем таким образом далее то что мы поняли с нашего кода когда проделывали что view не дает изменить и мы начинаем здесь это описывать описываем своими словами катастрофе в пишем view не дает изменить то начальные данные переменных функциях любых других типах типах компилятор если мы внесем изменения то компилятор не компилирует код выдаст исключение код вставляете таким образом как мы это делали чтобы можно было в любой момент скопировать если мы что-то подзабудем и его просто вставить в среду и переделать далее это уже у вас домашнее задание будет да вы описываете те исключения которые мы разбирали ваша основная задача вот то что мы разбирали в уроках описать выразить словами то есть код который получился вывод выразить словами что это произошло и почему это произошло почему но это понятно что мы используем view но вы опишите что мы хотели где изменить исходя из нашего кода далее далее ребят давайте вспомним мою методику по функциям значит первое правило что функция любой код состоит из функций либо метода в данном языке все из функций состоит это основа то есть понимание функции это и считывание кода второй момент мы должны считывать хотя мы даже уже коснулись до были параметры моментально мы должны вызов функции как раз таки у нас здесь было и исключения но сейчас мы все это переводим еще в такую плоскость как view то есть мы изучаем именно модификатор view который не позволяет изменять данные мы с вами договорились ранее что если в других языках это бы называлось поведением то блокчейн так как эта сеть называется состояние то есть состояние да и не дает изменить состояние блокчейна вот такое понятие будем вводить теперь мы следующее что надо есть исследовать системе работы с кодом это все что мы делали в данном случае view надо найти в документации все очень просто находим сначала шпаргалку взяли скопировали это я еще и в джанго вас учил что ссылки здесь должны быть вот на модификаторы у нас ссылочка уже есть мы ее ставили то есть если мы посмотрим на наши документации которые выведем для себя то мы должны мы должны перейти на эту страницу абсолютно верно следующим шагом что мы делаем мы копируем модификаторы и ищем до первое мы нашли видим нашу шпаргалку а вот дальше уже начинается function модифер отлично давайте попробуем открыть и в принципе о ура что какая перед нами стоит цель давайте сформулируем общую цель напомним да общая цель что код который мы пишем его становится понятного больше непонятного меньше сразу говорю если ребята вы там собрались изучить язык там за неделю за две за три за месяц и уже писать то значит вам надо именно те ресурсы кто вам это обещает видите со мной все скучно потихоньку но точно писать будете правда на любых языках может быть кому то это и не надо потому все языки абсолютно схожи вот этому я и учу поехали дальше итак нам с вами сейчас первично если мы изучаем мы должны в течение очень короткого времени найти вью это в данном случае и любой другой элемент в других случаях иными словами умело пользоваться документации понимать ее вот этому мы сейчас и учимся хотя на джанго мы как раз таки и учились работать документации поэтому джанго и солидность тем более солидность будем писать на джанго я рекомендую изучать вместе два сайта эти продукта мы начинаем смотреть так немножко не то нашли да пока мне кажется немножко не то сейчас мы попробуем ну я просто больше работаю документации думаю написание когда мы пишем мы много работаем со справкой у нас нарабатывается база а что мы хотим найти как это назвать то есть это выработать на самом деле мы ищем действительно function-modifiers то есть модификаторы функций стоп теперь нам надо кое-что подправить вот оно что мы ищем да вот оно то есть когда я понимаю что искать по сути дела я ищу сами методы давайте-ка мы промотаем а мы хотим найти view и если мы на самом деле промотаем промотаем и мы видим то что мы принципе искали функции могут объявить в этом случае они обещают не изменять состояние то что мы сейчас делали но сейчас наша задача найти проверить вот мы с вами делали урок да и в принципе в этом уроке мы с вами видели все что действительно мы не смогли изменить состояние мы должны сейчас понять две первую вещь что мы понимаем что написано документации первое наше действие которое мы делаем сразу это берем вот нашли сразу же да нажали ссылочку и копируем себе открываем нашу документацию и пишем все есть это первое что мы сделали далее нам стоит надо прочитать до конца в принципе уже основное мы увидели основное здесь следующее но опять же это скорее всего будет для программиста у вас это придет со временем функция вью не имеет проверок во время выполнения которые предотвращают модификации иными словами именно поэтому сделано что что при использовании view не доходит до выполнения если мы попытались с вами изменить переменную или где брали view использовать функцию где не было view то есть значит ее потенциально то получается что мы получаем исключение прямо на этапе компиляции иными словами язык даже не скомпилирует ответ на это мы получили почему это так потому что этот метод не имеет значит проверок во время выполнения иными словами здесь сделали хитрее чем сделали в java да в java там тоже нифига не умеет не может в java проблема в том что java не умеет определять ошибки во время компиляции они начинают выплывать во время выполнения вот здесь этой этой вещи избежали то что если у метода нет возможности это проверить то он просто не компилирует ну а в жизни джаву вам вы выдаст иными словами примерно следующее а хрен его знает грубо говоря и битесь сами разработчики жалу меня поймут что до нас начинает доходить изучая функции по сути дела что мы должны изучить мы с вами разговаривали теперь в этом утверждаемся мы должны изучить состояние как я говорил в обычно в обычных языках но в других да как правило больше говорят о поведении здесь это больше называет состояние состояние блокчейна состояние сети поэтому изучая вью мы с вами как раз начали были с этого несколько уроков назад то есть с шестого пункта да мы с первого его начали шестого просто вью часто используется вызов любой функции не отмеченный вью и чистое да чистое мы будем еще изучать при этом когда отмечено как раз таки мы и видим что происходит то есть сейчас прямо мы увидели что происходит вью и без вью в этих уроках мы видели и понимаем видим сейчас что мы документацию понимаем следующий момент вот теперь теперь вы можете взять и набрать google допустим или вот так ну по разному как хотите наберете да то есть сначала документация потом уже примеры уже теперь можно посмотреть а что допустим предлагают другие люди что они делали как они это описывают то есть обогатить свои знания все что здесь в данном на данном этапе согласно данному вопросу вам кажется интересным вы себе это переносит в документацию то есть кропотливая работа с вашей документации с вашим пониманием она у вас идет взяли вью и работаете вот весь день до вью сегодня у вас только вью то есть не надо делать так что я за два дня посмотрел 40 уроков толку от этого не будет сегодня взяли вью разберитесь но разберитесь досконально последний момент ну я сказал по системе работе с кодом надо работать очень долго но хотя бы посмотрите что у сайта джанга есть теперь очень важно для нас очень важно для нас еще сделать что обязательно открываем мы с вами работали уже с контрактом открываем контракт и пока на данном этапе логику будем дальше изучать да хотя мы с вами логик контракт составление уже поняли из предыдущих уроков но убеждаемся что мы видим это в коде то есть когда мы видим вью нам уже четко понятно что данная функция не даст возможность изменить и здесь мы видим далее код разберем с вами его попозже на данный момент нам надо видеть и понимать что означает данное ключевое слово и так ребята принципиально поняли да это не очень быстро да это кропотливо но именно так рождаются программисты именно так рождаются люди которые могут думать кодом могут понимать код могут записать код словами и понятно что могут потом спокойно размышлять кодом так как они в принципе за их словами стоят уже совершенно конкретные какие-то образы и если человек допустим проработав материал думает идет себе там магазин совершенно да перед ним нету ни студии ничего да не в с он думает так а если мне применить действительно защищенную функцию вью если мне надо вывести результаты да приеду приду домой проверю то есть но проговаривая это в голове он завью четко понимает у него встает пласт информации что это не изменяет у него встает код он четко понимает где это найти то есть ориентируется но при ежедневной такой работе происходит действительно чудеса мы начинаем все знать о языке в чем здесь секрет секрет очень прост на самом деле ключевых вещей это функции типы данных методы они конечно их не так много то есть базовых вещей не так много поэтому понимая базовые вещи мы спокойно начинаем работать с языком но кроме этого если мы допустим параллельно работаем с языком программирования python или там gs то там там и там функции имеют одно и то же строение строение да по разному записывается поэтому если мы зашли сюда в python мы читали параметры и тут будем читать параметры просто здесь они будут обозначать обозначаться по-своему и если мы потом откроем котлин для нас будет все едина вывод изучать не менее двух языков 3 будет вообще уже просто на четвертом вы будете писать сразу практически просто пользуясь справкой все пока и так настроил новым ничего не надо было понять потому что понять невозможно новые люди должны были увидеть есть процесс а участникам школы первое вот это все проделаете плюс в интернете все что найдете дополните документацию и вам еще одно домашнее задание отдельно мы с вами здесь брали переменную и функцию а вы еще добавьте две функции с массивом попытайтесь изменить массив и примените view и свой пример скидывая сбрасываете в группу то есть два вы должны показать что модификатор view не дает возможность изменить массив это важно все ребята все получится сайт сайт где он там да . спб-ритуд.ру спб-ритуд